Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Украины, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. За последние двое суток были сбиты все беспилотники врага. Это 84 единицы. Смогут ли такие результаты охладить пыл оккупантов, если они будут понимать, что эти атаки это просто бесполезная трата беспилотников? Они это давно понимают. Они начинали с одного БПЛА, сбитого под Купянском, затем их было больше, 5, 10, 15. Ну и так вот мелкими группами они их направляли, прощупывая нашу систему противовоздушной обороны, прощупывая методы разные, которые могут использоваться с этими боржующими боеприпасами. И таким образом сейчас атакуют, вот видите, по 45 БПЛА за раз. Это такое рекордное количество, если за одну атаку это было в новогоднюю ночь. Ну, определенно там несколько целей. Это доставить максимальные неудобства украинцев, то есть воздушная тревога довольно-таки долго оглашается во время атак этих дронов. Ну, потому что скорость их, соответственно, небольшая, 120-150 до 180 км, разная крейсерская скорость, в среднем берем 150. И вот они пока летят с одной области в другую, работает ПВО, работает зенитно-ракетный комплекс и истребители, поэтому тревога довольно-таки продолжительное время. Вот одна из целей была такова. Ну и вторая, соответственно, нанести побольше ударов по окрестностям столицы, по критической инфраструктуре Киева, для того, чтобы, ну, опять же, доставить и морально бить по самим киевлянам и по украинцам, а также и поразить хоть какие-то там объекты, чтобы за счет этого пропиарить свою военную операцию местной власти. Ну и плюс, как мы уже это давно говорим, истощить нашу систему противовоздушной обороны. Именно крайний вот этот, крайний антезис, именно истощение нашей ПВО для этого они используют, вместе с тем, что мы используем сами ракеты, боеприпасы и между зенитно-ракетные комплексы. Также и техника, эксплуатация ее идет, и также противник постоянно хочет вскрыть позиции нашей противовоздушной обороны, то есть вскрыть, где находятся комплексы, чтобы при планировании следующих ударов учитывать, то, куда они как перемещаются. Постоянно в небе работают такие БПЛА, как Орлан-10, за прошедшие двое суток, опять же, сбито четыре таких БПЛА, поэтому все фиксируется, все делается не зря, поэтому эти беспилотники и используются. Ну вот вчера в своем обращении президент акцентировал, что Россия может долгое время использовать иранские дроны для истощения как украинской ПВО, так и энергосистемы, а вот есть ли понимание, сколько у них еще этих дронов, или поставки вот из Ирана не прекращаются? Я помню, вы говорили, что они уже использовали половину дронов из новой партии в 250 штук. Совершенно верно. Первая партия была чуть более 400, может до 500. Это те дроны, которые все летели. Так сбивались они нашей противовздушной броной. На сегодняшний день мы имеем цифру из новой и старой партии от момента их применения по Украине. Это 13 сентября, когда дроны начали появляться в нашем небе, использовано было уже, вернее, сбито уже около полтысячи этих ПВО. Полтысячи – это довольно-таки приличная цифра. Ну, понятно, что этот показатель подняли вот эти вот две крайние ночи, так, с новогодние и с первого на второе, потому что 84 за двое суток только. А если брать полностью так, то сбито уже около полутысячи этих ПВО. И поэтому, когда закончатся, ну, все задают, считают ракеты, когда закончатся. Сейчас мы будем уже переходить на дроны. С дронами чуть другая история. Если ракеты не производят, еще там производство кое-как работает. У них так, конечно же, не успевают за теми темпами использования против Украины ракет. Производство просто не может высокотехнологичное вооружение делать с ускоренными дампами. Это просто по факту физически не получится. Ну, плюс нужно иметь запчасти. С дронами тут проще. Тут позиция Ирана, да, которая всем нам известна. Он поставляет России эти ПВО. Даже речь шла о каких-то мощностях, которые могут построить в России и сами по лицензии использовать лицензию иранскую и изготовлять самим эти ПВО. Но все прекрасно понимают, что не будет никакого там производства. Будет просто сборка полуфабрикатов, как мы их называем. Будет просто прикручиваться колесики, там не колесики, а пропеллеры, да. И будет уже считаться российской моделью Герань-1, Герань-2, как они уже ее маркуют в принципе. Это то же самое, что вот вчера смотрел «Москвич» у них, да. Выпустили «Москвич», кроссовер, который в Китае стоит на 30% дешевле. Вот что они в России делают, это прикручивают лейбл «Москвича», да, делают и все. Вот он отличается от китайского, только стает дороже. Поэтому сколько бы ПВО у них еще будет, это пока неизвестно. Из той партии, как вы правильно заметили, 250 из новой, уже половина уничтожена противовоздушной обороны. Поэтому есть еще. И не исключено, что будут и новые поставки, может быть, небольшими партиями. Потому что есть сообщения как воздушные у этих стран, так и есть общее Каспийское море, где можно и морским путем их доставлять. Поэтому будем смотреть. Главное рассчитывать на то, чтобы все-таки влияли и другие страны на решение иранского государства. Юрий, вот комментируя последний массовый обстрел Украины, вы сказали, что огонь ПВО велся настолько интенсивно, что расчеты едва успевали перезаряжать НАСАМСы. Вот прямая речь вы сказали тогда, как из артиллерии имелупили. Вот мне кажется, что после победы иностранным спецам уже нужно будет приезжать в Украину, принимать опыт боевого применения систем их же ПВО. А это еще ведь патриоты не сказали свое слово в нашем мнении, не так ли? Да, ну патриоты, да, это более мощный комплекс, и действительно он будет, если уже в Украине будет, то я думаю, будут использовать с более такой стратегической целью, так, чтобы повлиять на воздушную активность на определенных, ну именно противника, на определенных участках, где это нужно будет. Понятно, что дадут сначала одну батарею, нам надо побольше, чем одна батарея, поэтому ждем все и этого комплекса, это уже будет еще один шаг и к нашей победе, и к переоснащению наших вооруженных сил. Ну и после патриота останется только дождаться F-16 и другого типа самолета, для того, чтобы все это уже было в наличии. И если этот шаг первый сделан, то понятно, что другие шаги будут незамедлительны, потому что будет уже решение дано на использование этих систем в Украине, на постановку их на вооружение. Ну и, соответственно, поставки уже начнутся плановые по перевооружению нашего вида повитренных сил, воздушных сил на новые образцы западной техники, натовского стандарта, ну куда мы, собственно, и стремимся вступить на эту организацию. Что касается, ну, у нас действительно, вы правильно заметили, что стреляли, то, что опыт украинских военных, он бесценен сегодня для всех стран, которые имеют это вооружение, которые вообще думают про свою собственную безопасность, особенно тех, которые проживают недалеко от этого сумасшедшего соседа, имеют в виду Россию, и такое применение и такая работа противовоздушной обороны вызывает восхищение во всем мире, особенно и в Соединенных Штатах. И применение НАСАМСа в таких условиях в таком ограниченном количестве, так, этих систем, которые у нас есть, и настолько эффективно, ну, нигде в мире такого, в принципе, не было, чтобы в реальном бою перезаряжались зенитно-ракетные системы. Ну, уже и такой опыт у нас есть. Ну, Украина впереди планеты всей, показывает, как нужно воевать с агрессором, с оккупантом, с террористом. Ну, и с Патриотом у нас будет закрыта вот эта вся линейка, вся дистанция, да, в небе. Ну, с Патриотом и еще возможный вариант сам ПТИ комплекса тоже, который может по баллистике работать, тоже хороший комплекс, который на вооружении Италии и Франции. Да, вы знаете, что с лидером этих стран тоже встречалось наше высшее руководство, военно-политическое руководство, постоянно идут на дипломатическом фронте связи, переговоры, поэтому рассчитываем и в этом направлении. И ПВО сухопутных войск тоже немаловажный фактор. Сегодня нужно усиливаться и в этом направлении, потому что, видим, если дронов много, то и нужно средств поражения много, особенно ночью, потому что, ну, да, мы можем ставить по берегам Днепра зенитки там с прожекторами и так дальше, но, как показывает практика, эффективнее всего их уничтожать. Все-таки зенитные ракеты, возможно, не большой дальности, возможно, не такой дорогой, вот, допустим, как комплекс ОСА или его там французский аналог, который нам уже поставила Франция, Круталь, они могли тоже более эффективно работать по этим же шахедам, но тут нужно, опять же, количество. Нужно, чтобы этот комплекс не небольшого радиуса действия, поэтому нужно их просто банально больше расставлять на тех направлениях, на которых посчитает наше военное руководство. А вот Шилки, Тунгуски, например, они эффективны в борьбе с дронами, к примеру, еще старые советские техники? Ну, Гепард эффективен. Гепард, да, все-таки? Да. Ну, Шилки, Тунгуски, они есть сегодня на фронте, их применяют и в других, так же, как и зенитные орудия, их применяют также и по стрельбе по бронетехнике, по посадкам, по позициям довольно-таки эффективно. Ну, по воздушным целям я лично так не слышал, чтобы эффективно применялось это вооружение, хотя там были шаги к модернизации этой техники, я видел, как на полигоне ее используют, но я за Гепард. За прошедшие сутки авиация 18 раз ударила по районам сосредоточения врага, а также по его зенитно-ракетным комплексам. Есть ли уже какая-то открытая информация по результатам этих атак? Ну, вот знаете, мы так привыкли говорить об успехах Хаймарсов, что часто забываем просто о наших летчиках. Ну, о летчиках мы не забываем, мы не договариваем где-то, да, но в статистике появляются просто определенные цифры. Что стоит за этими цифрами, мы все прекрасно понимаем. Стоит огромная работа военных летчиков, пилотов. Это огромный труд, огромная ответственность и огромный риск, когда летчики летят близко, подлетая к позиции оккупантам. Я имею в виду сейчас больше даже не истребителей, а штурмовиков и бомбардировщиков, которые фактически ежедневно вместе с вертолетчиками нашим кошмарят орков там на передке, давая таким образом нашим войскам немножко поднять голову, так переместиться, сменить позицию, отстреляться и так далее. Ну, то есть, авиационная поддержка с воздуха, это, ну, в современном бою, это, ну, незаменимый атрибут, так, в общевой войсковом бою. Поэтому авиация ежедневно делает 10-15 групповых авиаударов по позициях оккупантов, ну, то есть не только для поддержки там боевых действий, ну, и уничтожение логистических каких-то центров, то есть это касается и горючосмазочных материалов и боеприпасов. Поэтому роль авиации очень большая, поэтому и летчики вылетают каждый день. Также истребители, конечно, бьют по ПВО американскими ракетами Харм, и это делается, ну, тоже на постоянной основе, много уже ПВО противников уничтожено нашими истребителями. Ну, также говорили об особой роли Белоруссии в войне, да, именно оттуда летели сотни вертолетов в сторону Киева вдоль Днепра. Есть мнение, что и дальше. Беларусь-то хотят использовать не только как для сухопутного наступления, но и о воздушной поддержке, да, врага. И, судя по всему, самолеты и вертолеты у них там есть, они их накапливают. Вот есть ли такая информация, они готовятся? Готовятся, я прослышал. На каком направлении вы имеете в виду? Ну, мы говорили, я в одном из ваших интервью слышал, вы говорили, что очень важна была роль Белоруссии для россиян в войне, что оттуда шла и воздушная поддержка вдоль русла Днепра шли вертолеты при нападении на Киев тогда. И вот сейчас, судя по всему, там тоже происходят концентрации самолетов и вертолетов. Есть ли вот такая информация? Действительно ли это так? Они готовятся вот для нападения с воздуха также? Ну, такой сейчас информации, что вот сейчас вот нападение вот-вот, ну, пока нет, понятно. Но авиация, как правило, она быстро, ну, перелетает, вы же понимаете, считанные там часы и передислокация идет в авиационной группировке очень быстро. Но нужно подготовить и аэродромы для этого, и оружие подготовить, и топливо. Вы можете фиксировать это все? Ну, конечно же, работает разведка, работает, разные информации есть, поэтому то, что аэродромы у них постоянно боеготовые, они их все используют. Там летает и тот же самый А-50, вы знаете, ретранслятор. Точно так же стоит там, дежурная авиация стоит на их аэродромах. Поэтому, если они будут использовать, конечно же, мы будем знать, что увеличивается какая-то группировка и так далее. Поэтому эта информация есть у командования, конечно. Спасибо вам большое. Юрий Игнат, спикер командования Воздушной силы Украины, был в нашем эфире. Благодарю вас.